Я беру с собой в рюкзак еду, воды, потому что бывает жарко, кроссовки сменой, обувь. Рабочая смена у Наташи начинается в 8 утра, поэтому вставать приходится рано. А пока хорошая погода, на работу девушка ездит на велосипеде. В принципе, у меня есть еще 45 минут, и я успеваю доехать до Мудрова 40. От Благовещенской до Мудрова, где находится предприятие Вологда-Зеленстрой, практически 3 километра. Неплохая разминка перед трудовым днем. Осталось только переодеться. Автобус, который отвезет к месту работы, уже ждет. Так, внимание! Сегодня едем красить Ленинградский мост. Жилеты сигнальные на вас не снимаются. На дорогу не выходим, под мост не бежим. В начале лета ребята косили и сгребали траву. Но как только все зеленые зоны в городе благоустроили, Зеленстрой дал новое поручение – привести в порядок мосты и остановки. Студентам в составе молодежных трудовых бригад пришлось вооружиться кистями и красками. Мне нравится, потому что здесь работаешь на свежем воздухе, здесь можно найти много друзей, и также нравится, что делаешь наш город чище. Все вместе ребята выкрасили перила Ленинградского моста длиной 650 метров. С задачей справились за одну рабочую смену. Она, к слову, длится 6 часов. В 14.00 студенты уже свободны. После работы, признаются, остается еще много сил и времени для занятий спортом. Наташа, к примеру, отправляется на стадион. Хочу с сентября начать заниматься, восстановить занятия скалолазанием, потому что мне это дело очень нравится. В этом особенность проекта молодежные трудовые бригады. С одной стороны, не отказываться от любимых занятий. С другой, провести лето с пользой и для себя, и для города. Такое времяпрепровождение выбрали для себя около 400 человек. И это не предел. Городской департамент экономического развития договаривается с предприятиями-партнерами, чтобы обеспечить вакансиями всех желающих. Впереди еще целый летний месяц, за который можно успеть неплохо заработать. Марина Киселева, Новости Вологды. Марина Киселева, Новости Вологды.